и Святаго Духа. С праздником, с престольным праздником, дорогие маты, сестры, отец, духовник, отцы, братья и сестры, все, кто собрался на сей праздник, приветствую вас. Великим Постом мы совершили литургию прежде священных даров, и пройдя первую седмицу Великого Поста, паки и паки, наставляемся текстами богослужебными, текстами Священного Писания к тому, как правильно проходить это великое и значимое поприще для жизни каждого человека. И хочу обратить ваше внимание на один из текстов, которые взяты с сегодняшнего богослужения. В молитве мы обращаемся ко Господу обычно. Здесь же звучат слова, обращенные к посту. «Ты, Самуила, процветил еси плод в посте». То есть Самуил, родивший великий пророк ветхозаветный, он родился от бесплодных родителей, которые проводили жизнь в благочестии, в большом воздержании, молитве, и испытывали вот эту скорбь бесплодства. И затем, по долгом испытании, Господь даровал им отрока Самуила, который стал великим ветхозаветным праведником пророка. Далее говорится, «Ты воспитал еси Самсона великого храбра». То есть во время поста подается сила, она подавалась и пророку, судье Самсону, который был известен своей силой необычной. И до нынешнего времени, когда хотят как-то выразить особую силу человека, то называют его Самсоном. И Самсон пребывал также в посте, и когда соблюдал заповеди Божии, он обладал необычной силой. И вот во служебном тексте говорится, что именно пост воспитал Самсона великого храбра. И мы сейчас видим, что, можем на себе убедиться, что когда мы проходим пост правильно, не жалея себя, превозмогая свою немощь, появляются новые телесные силы, решительность преодолевать какие-то трудные житейские обстоятельства, преодолевать свои грехи и слабые стороны. Поэтому вот через пост и раскрывается его сила, значение для нас. Далее говорится, ты совершаешь и священники, и пророки. Совершаешь. То есть священники и пророки делаются таковыми, по сути, когда они не просто исполняют свое служение, а когда пребывают в посте, внимательной такой молитве, и тогда получают особые дары, чтобы исполнять свое служение. В Ветхом Завете пророческое, в Новом Завете священническое. И в конце тропаря мы обращаемся. Ты нас освяти, пости честны. Вот это самое главное предназначение поста – не воздержание пищи, не длинные службы, а к тому, чтобы прийти к цели, осветились наши души, чтобы все плохое, недоброе ушло оттуда. Какое общение света с тьмой? Если приходит благодать, приходит освящение, ходит эта тьма, и человек видит мир совершенно по-другому. Добрыми глазами, в любви всех обымает. В сегодняшний день мы вспоминаем, как явилась Державная икона Божьей Матери, как произошло трагическое событие в истории российского государства. Император Николай отрекся, и, быть может, это было так просто обозначено, что отрекся, потому что нет достоверного свидетельства об этом. И, быть может, на ближайшем Архиерейском соборе вот это свидетельство о том, как же все-таки происходило это событие печальное, об этом будет говориться на Архиерейском соборе, который в этом году запланировал в мае месяце. А также будет рассматриваться вопрос о честных останках царственных страстотерцев. И вопрос достаточно непростой, и нужна наша усиленная молитва, чтобы Господь открыл свою волю Божественную. Найдены ли честные останки царственных страстотерцев, или же нет? И вот мы вспоминаем, как явилась икона Державная. Как она одно время пребывала в таком безвестии, пребывала на складе, без всякого почитания, среди других старинных икон, которые утратили уже свой и вид, и значимость, и по повелению Божьему эта икона была найдена. И, видимо, эта икона, как свидетельствуют историки, написана еще около 1812 года, в силу того, что на ней Матерь Божия была изображена с несколько строгим лицом, необычным для нас. Всегда мы взираем на Матери Божию, которая с любовью, с такой кротостью встречает нас. Поэтому мы раскрываем свои сердца в молитве к ней. А на иконе Державны Матерь Божия с несколько строгим лицом изображена, как царица восседает на троне, держа в руках своего младенца, Богомладенца Христа. И, видимо, эта икона написана по вразумлению свыше в то время, когда было нашествие французов и иных народов на Россию. Эта икона была тогда актуальна, важна именно как символ защиты Матери Божией для российской державы. А потом люди все-таки не видели в ней то, что нужно для того времени, и она была отложена за ненадобностью. Так в нашей жизни человеческой часто бывает, что мы не многое понимаем, поступаем по своему разумению, считаем, что так лучше и так правильнее. Но в нашем мире есть добрый хозяин, о котором сам Спаситель сказал в Евангелии, что добрый хозяин из сокровищницы своей износит и новое, и старое. И вот когда настал вот этот момент, необходимый для поддержания людей православных, российской державы, во время тяжких испытаний революционных и последующих, была явлена эта икона. И прославленная многими чудесами, и святой патриарх Тихон участвовал в составлении службы и акафиста, которая читается пред этой иконой. И сегодня, в воспоминании этой традиции, в воспоминании этого, того, что после обретения иконы 2 марта 1917 года священник, увидевший удивительную эту икону после очищения ликов Божьей Матери, он тотчас же совершил молебен и акафист перед всей иконой новоявленной. И воспоминания об этом сейчас также будут совершаться молебен и акафист Божьей Матери. Я, к сожалению, не смогу остаться и продолжить с вами молитву, но не хотелось вообще оставлять этот праздничный день святой обители без своего посещения, совместной молитвы, поэтому то, что мог, принес вам, отдал остальное, вы, пожалуйста, восполняйте уже без меня общей молитвой. Всех паки с праздником! Пусть сегодняшний день вдохновит нас на пост, вдохновит на то, что мы имеем доброго хозяина, любящего отца, который заботится о мире, который сотворен им. Имеем Царицу Небесную, нашу покровительницу, Царицу, которая нам покровительствует, только чтобы мы береглись греха и того, что оскорбляет, огорчает Господа, Его Пречистую Матерь. А тогда все остальное, да пребудет, да пребудет, все милости Божьи, да пребудут с нами. С праздником, со святым, Божьим благословением, да пребудет со всеми. Не без wildly, не безlaub puck, это не безусловно. Иди в Бог,